Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как же вам дотянуть ваш сайт со второй страницы поисковой системы. Представим себе ситуацию, вполне частую и правдоподобную. Вы несколько недель, месяцев продвигаете страницу вашего сайта, и она по ряду нужных вам запросов добралась до второй страницы. И вам нужно как-то ее с этой второй страницы дотолкать до топа, потому что с второй страницы трафика нет. То есть вторая страница, она такая для большинства пользователей ненужная. То есть они в большинстве случаев находят ответ на свой вопрос где-то на первой странице, в одном из первых результатов поискового выдача, либо в контекстной рекламе. То есть на вторую большинство не кликают, почти никто не кликает. Итак, как же нам поднять наш сайт оттуда? Первое, что нужно посмотреть, насколько ваша страница, эта страница, подвигаемая вашего сайта, соответствует, а лучше превосходит те страницы, которые сейчас в топе, ну там в топ-5 на первых пяти местах, на первых трех местах. По всем ли факторам она их превосходит? И вы начинаете анализировать, что у них на этих страницах есть там в первой пятерке. Какой у них текст, какого объема, какого качества. Какое у них количество вхождения этих ключевых слов, по которым вы пытаетесь продвигаться. В каких блоках, то есть в портянке в большом тексте, либо в кусочках текста, либо в ссылках, либо в заголовках, либо в тайтлах, либо в метатегах и так далее. То есть вы смотрите, а где они используют эти ключевые слова и насколько у вас отличается это. Дальше вы смотрите, а какие они используют коммерческие составляющие. То есть у них, есть ли у них цены на первом экране и у вас. А есть ли у них описание основных условий и у вас на этой странице. Какие у них способы контактов с ними. То есть там номера телефонов местные и неместные. Есть ли у них 8800. Есть ли у них онлайн-чат. И, соответственно, сравниваете каждый раз с собой. То есть если у вас на этой странице все те полезные для пользователя вещи и то, чего нет, то есть то, чего вы не находите, вы себе на эту страницу добавляете. То есть вы корректируете количество вхождения ключей. Вы добавляете изображений, качественных изображений товара или услуги. Вы меняете структуру страницы, то есть структурируете ее по-разному. Вы, допустим, видите, что в топе структурированный текст с подзаголовками, со списками, с табличками, а у вас просто текст. Вы его, соответственно, меняете, делаете как минимум так же, как у них, а лучше, круче, чем у них. То есть вам нужно, чтобы пользователь, зайдя на их странице и на вашу, почувствовал, что у вас это проработано гораздо лучше, что он здесь ощущает себя как дома, что вы его провели за ручку по всем его страхам, болям и сомнениям и довели до формы, в которой он может оставить свою заявку, вопрос или номер телефона позвонить. Вот таким образом вы анализируете, что у вас не совсем так и докручиваете это до того уровня, чтобы у вас это было как минимум так же, как у первой пятерки. А точно так же вы смотрите не только содержимое этой страницы, но и ее окружение. То есть вы заходите в любую аналитическую систему, например, Агресс, и берете, смотрите, какие ссылки ведут на эти страницы конкурентов из топа. И смотрите эту свою страницу. Если у них ссылочная масса на этой странице больше, у них есть, например, прямые вхождения в анкоры ключей, то есть ссылки именно с таким текстом ссылаются на их страницу, по которой вы продвигаетесь. И вам нужно проанализировать это все, посмотреть, как это в среднем по топу, и сделать у себя примерно так же. То есть если на них есть ссылки, а на вас нет, их нужно добавить. Если на них есть прямые вхождения, то вам это нужно тоже добавить, но аккуратно, ставя кроме ссылок с прямым вхождением ключей, еще и разбавленное вхождение, еще и словоформы, и еще и безанкорные, то есть ссылки без ключевых слов вообще, включающие в текст ссылки только название вашей компании, либо название адреса сайта и так далее. И таким образом у вас, ваша страница разносторонне будет становиться сильнее и сильнее, и таким образом она быстрее, во-первых, попадет в топ, а во-вторых, если при прочих равных она не должна была попасть в топ, то есть по мнению пусковика, на тот момент, когда вы ее решили все-таки толкать до топа, она была недостойна топа, то за счет того, что вы ее будете постоянно менять, 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 рано или поздно она до этого топа дотянется, лишь бы вы не остановились на этом пути и постоянно ее прокачивали, прокачивали, прокачивали. На этом у меня все. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях под этим видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Пока!